Всем привет, всем привет, всем привет. Собственно, это финал, финал Кубка СНГ Беларусь. Вот. Играет у нас команда FM против BOMG. BOMG. Я так понимаю, команда FM это страна Легиона, где играет Торик Капитан. Вот. И Тирон на стороне Хеллборна. Вот. Это команда BOMG. А нет, это FM, наоборот, по-моему, да? Да, наоборот, я перепутал, извините. Собственно, BOMG это Торик. А Тирон это FM. Вот. Зовут меня Корбан Даллас. Со мной сегодня сокастит Sweet Trash. Всем привет. Так, 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 так. Ну, собственно, стадия фазы пика. Что у нас тут? Моа пикнутый первый со стороны Легиона. Вот. Bubbles, Maraxus. Достаточно агрессивный пик, особенно если ПК будет у Maraxus. Вот. Будет очень-очень-очень много веселья, мне кажется. Вот. Арахна со стороны команды FM. Мне кажется, рано они раскрыли. Главное у Керри. Да, и Лотстона тоже рано раскрыли. Потому что сразу видно, кто на харде стоит, можно контрпикать. Хотя там, смотри, Bubbles тоже рано взяли. В принципе, но Bubbles не факт, что пойдет на харду. Да, его можно и на мид поставить. Да, можно и на мид поставить. Так, где можно посмотреть стрим? Сейчас. Давно мы фейт не видели. Фейт, ну, в принципе, это не такой хардкорный финал, как-то обычно Гвайди. Там всякие титаны, просто титаны Хона. Гарена, да? Поэтому здесь, возможно, фейт. И почему бы и нет? Да и Арахна тоже мало кто видел. Здесь это нормально. То есть, как бы, если бы если бы это реальная игра такая вот прям вот. Ну, для белорусов, конечно, вот для этого региона, который играет сейчас, это самая серьезная игра. Потому что победители выходят в финал, проходят дальше. Ну, если я не ошибаюсь, то как бы финалисты уже выходят в топ-10. Да, да, да. То есть две команды, по-моему, отсюда выходят как раз. Или три. Или две. Две, две команды. Да, по-моему, да. То есть им как бы уже... Тут борьба чисто, на самом деле, фановая. Потому что эти команды встретятся дальше. За тысячу серебра. Да, за тысячу серебра борьба. Собственно, ну, приоритеты, как бы, да, кто тут более... Мне кажется, что все-таки игра склоняется в сторону бомжей. Бомжей, будем так называть. Ласка. Не будем, не будем... Так, 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 так. Все, ну, собственно, пик прошел. Драконич у нас на фарме идет. Со стороны региона. И почему-то две харды. Кипер... А, ну, кипер, видимо, в лес пойдет. Вот. Соло будет топ. На миде интересный будет расклад. Это получается Алуна и Фейд. На миде. Если Арахан на соло на избу стоять. И вот стон на харде. Со стороны хеллборна. Ну, я только так эти лайни вижу. На самом деле, по-другому я бы их не поставил. Скорее всего так и будет. Да, скорее всего так и будет. Потому что это будет бессмысленным. Вот. Или Алуна, Фейд на изи и Арахан мид. Но Арахан мид это слабый мидер в соло стоящий. Если, тем более, Дабла будет на миде. Там, типа, Мараксус, Моа. Ну, скорее Арахан будет все-таки стоять на своем изи-лайне. Да. Скорее всего. Ну, я думаю, что Драконич будет стоять на изи-лайне, разумеется. Да, вместе с Эмпаф, который будет помогать ему стако делать отводы. Вот. Моа и Мараксус могут идти спокойно на дабл мид. И Бабл соло стоять топ. Тирон на Фейде. Капитан команды FM. Пауза у нас, видимо, что-то нужно сделать. Еще что-то еще не сделано. Обговорить кое-какие моменты токические. Ну, я не знаю, если честно, что тут обговаривает, что они хотят сделать. Да, это так, в принципе, понятно. В принципе, лайн я уже думаю, да, максимально эффективно раскрыл. То есть, как бы, они стоят. По-другому это особо и не... Ну, вот, разве что, свап... Ну, нет. На самом деле, Арахан на изи... Ой, на миде я в соло не вижу. Вообще никак. Это будет глупость. В принципе, Арахан против Баблс, как думаешь? На самом деле, по-моему, Баблс выиграет Арахану, мне кажется. Ну, если Арахан начнет изначально более агрессивно себя вести... Да, я бы уделил время фарму сделать так, чтобы... Просто ей придется вести себя агрессивно, и Баблс там, Баблс нормально фармит тоже. Ну, я думаю, сейчас МПС или МОАС запулит регена Баблсу. Ну, да. Добавим силенок. Проблем особых не будет. Ну, да. Там на самом деле, такой, знаешь, такой, ну, как бы, Баблс против Арахны, такой довольно 50-50, я бы сказал. Да. Там сложно кому-то преимущество давать. Что вроде и Арахна харассит хорошо, и брони мало у Баблса, что тоже не очень. Но ей же нужно фармить, ей же самое главное фармить, а Баблсу реально может не дать этого сделать. Да, Баблсу в основном микс по нужно. Да, 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 поэтому он будет мешать всеми возможными способами мешать фармить главному керри команды. Ну, еще любопытное комбо, конечно, это фейт и луд. Дамаги там много, кстати, с этого комбо, и два стана. Ну, если Моуа будут ловить... Ну, они Моу не поймают, там, скорее всего, будут держаться за Маракусом далеко, конечно. Вот, так что и Маракус они уж точно не убьют, слишком толстые. Ну, будем смотреть, как оно, на самом деле, получится. Загадывать, конечно, можем, но... Все, конечно, всегда пойдет по-другому. Единственное, что смотри, вот, фейда против Маракуса чем хорошо стоит, тем, что у него нет этих таргет-скиллов. То есть, Маракус не сожрет. Вот, с Алун, он сожрет там стан. И то, на самом деле, сложно угадать, когда Алун делает стан. Вот, там не совсем не сожрет. Ну, стан не настолько значимый. Да, здесь такой-то задача мне, да? Это уж точно. Там одна секунда, если я не ошибаюсь. Закупается команда. На мид у нас фейда идет, да, Алуна должна быть точно с фейдой. Вниз у нас идет лотстон, конечно же, все так, как я и предсказывал. И улез идет. На мид у нас тут тоже с этой стороны идет Моа и Мараксус. Вот, на топ идет Бабблс. Все точно так, как я и сказал. Вот. В принципе, я по-другому быть и не может. В пули лмо Оригена все-таки Бабблс, как мы. Да, 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 да. Так, криплайны еще не вышли, еще 18 секунд целых. Вот, интересно, что никто не пошел трейнить, там, пытаться ФБ сделать. Любят некоторые люди это делать, очень часто. Там, по толпой целой куда-нибудь пойти. Но тут, в принципе, Кипер бы все спалил, если бы со стороны Легиона такое было. Ну, он, да, всеми крипами просветил. Показал, что кто никуда не идет. А Легион бы не убил по той причине, а Эхилбор бы не убил по той причине, что дамага особого нет. Вот. Да, и Фейда прокачала на первом уровне первый шкил. Нет, если бы они пошли толпой, разумеется, он прокачал бы старт. Да. Мне, на самом деле, больше всего интересует, чтобы происходить на миге, потому что, в принципе, остальные лайнеры, ну, кроме, конечно, Баблсу и Арахми, предсказали. Да, МПС будет гонять Лотсона на блоке, основной экшен. О, смотри, как заблочил имбак. Нормально покарасило. Несосредоточенный миг. Да, да, да. Очень хорошо покарасило сейчас этого Лотсона. Уже юзает МОО хилку, как его так хорошо зажали-то на первом уровне. Больше, больше половины хп там, вообще, на 4-й осталось. Ну, как-то Арахмак, ну, смотри, он открывается, МОО, очень, очень, открывается сильно. Вот это нельзя, нельзя делать, устоять за Мараксусом. Сильно открывается, и я думаю, даже мешает, МАРАКСУСУ фармить. Что он крипов двигает, встает. Да, он крит крипов. Да, да, удобно. Мараксусу санчет так удобно их фармить. И не контроль, как хотелось бы. Он вот такой, как агрессивный МОО, причем агрессивный до того, до такой степени, что мешает фармить даже фарм забирает папку. Нет, он не забирает, оказывается. Арахм, ну, Арахм, ну, арахм, ну, там, в принципе, смотри тоже. Как ты говорил, 50-50. Арахм, ну, хп-то терпит. У него хп-то нет почти. Баба, да, с прокаста там много нанесет. Он может даже убить, знаешь. Да, 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 на третьем уровне он может сейчас забрать на субы. Если у нас так не хп будет стоять. Я думаю, что... Такая заканчивается бобры, арахм. Да, да, да. А у этого еще целая куча, целых три. Сейчас он похарасит, третий уровень возьмет и убьет ее, сто процентов. Вот это изи просто сделать на самом деле. Вот, может убивать уже спокойно. Один удар, подлетаешь. Не хватает дэмэджа. Дэмэджа не хватило. У него прокача на второй, на два, да. Вот сейчас может убить. Хотя нет, все там вышка. Тауэрл. А нет, все, три сто восемь с хп. Сто восемь с хп, буквально, вот, просто, вот, это реально ходячие фб. Тем более, без бобров, он может ее убить спокойно, прям даже под вышкой, наверное, задают. Очень сладкая арахна, но там, хилка, курица. Фб в итоге забрали все-таки на миде Моа и Армараксус собрали. Странно, кстати, что арахна, ранджа хорошее, в отличие от Моа. Ну, увеличилось все арахна, фб побылся, потерял, мог бы рискнуть. Ну, сбил, сбил, зато хилка, да, а, очень хорошо, теперь она опять без хилка стоит с полхп. Курица не отнута, а луна умерла. Поэтому курица не отнута. Деньги появятся нескоро. Тем более, что инамид Ботл нужен, и арахна проигрывает много ланят за счет того, что у него нет хп. Лолд Стоун гоняет, в принципе, по хп 380 просто мараиксу за счет фб. 310 у нас хорошо фармит драконикс. Вот, а вот у команды Хеллбарна все печально, там 200 гпм и не вышло. Убивает бабла все-таки! Присядь, сынок, сказал арахн. Вот, и убил ее, забрал, как я и прискалывал. Ну, по сути, сейчас на четвертую минуту выигрываются все лайны команды региона. Да, 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 да. Субая на миде. Внизу, Олд не фармит. Арахн не фармит. И если что, кипер может что-то показать, но... Киперу еще, чтобы что-то сделать, нужно много еще по армии. На уровне, как минимум, чтобы хоть что-то сделать. Пошел, может быть, как-нибудь он загангает мид с получением шестого лоала. Вот, и тут нужно постановить Фейду и Аллу, чтобы что-то было. Поэтому, наверное, я бы помог. Ну, вот печально, что все, арахна бабулсу, в принципе, на самом деле, проигрывает. С того, не серьезно. Что она, арахна плохой кель. Если так вот, именно, командный кель. Он плохой. Это больше такой мидера-соло-герой, который играется в ладере больше, чем на турнире. По сравнению с драконией, она, конечно, проигрывает. Ну, знаешь, чем, мне кажется, они на что ставку делают? На баф брони кипера и, собственно, баф арахны. То есть, как бы, это дает очень много брони магической и физической на короткий промежуток времени для арахны. Вот, поэтому, я думаю, что кипер здесь играется. И, ну, как бы, он стопит на месте, на месте держит персонажей, то есть, да, нарахна самая-то. Ну, там, за счет ульты, импас будет бафать дракона. Ну, да, да, дракона, в принципе, вообще, кофе к нарахну ему, арахна любит. Даже если, вот этот, поджучков, он будет, в принципе, он всегда фарм с начала жирже. Там какой-то, ну, ну, что он, да, ну, что он, да, да, да. И что яражу, вообще, ПКБ, люди, в общем, можно не смотреть игнорировать. Она, начиная сцена. Вест на медиа. Вест на медиа. Да, да, дальше убьется, ПФБ, мне кажется. Паба, у меня все-таки да, уходит молодец, лечится. отлично павел 6 получил на место не получился хотя могли 400 губы арахна это за счет чего арахна 400 гп какая это xp извините в росте субсотников исполнялся сейчас себя свободно на тупик в том числе опять что у меня был 200 человек депутат на него пока полосу шоу я себе эксперт переключая сень аху с какой депутат и депутат второй раз я тоже лицов когда стрелок 660 гпм искал чего облигают чески пир аппет шестого был дома сахаром могут разобрать если бы вызывать балансов баланс может уйти из этого скидку за счет панциев не знаю не знаю но это значит арахм может уйти из скидка то есть сайм столбики я решил там какие то полсекунды может заявление но что тогда уйти в а это целью за счет не может дать на телепортацию с нет нет вот попытки цельная не верю он он заинтересовался все таки вышел скидки пирамо да все равно за полчатый ручок кинут прибежит забрать ребятам все таки бабусы нашел бюджет шоу хорду убери как и дракон смотри как летает гоняет просто сангл сангл сгл 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 просто так попасть на метр пытаясь ворваться по мандаре сейчас сейчас до ответа не убивает я не убивает уходит батарейка спасла жизнь спасла на краполе а он может уходить в принципе на безмана на стоп лайн лучше оттопа но и скрипом оставят там выходит в русло нормальная игра то есть как бы не в чистую ну пока что такое преимущество не в чистую доминацию страны региона мне нравится что если игра будет интерес было тысячи преимущества региона теперь у хеллборна не счастлива их оборуд преимущество во всем но за счет кипер на самом деле да пробуждение калорта загонки побольше кипер секрет сделал свое дело так что продолжает стоять на своем лайне варх не помешал бы да голове выделить мне странно вот не понимаю почему он до сих пор не поставил контрвард на месте все-таки против действий вот это странно потому что же может идти в любое время если мне кажется фейдата не уходит по той причине что допустим вар стоит сейчас анициация на муку это минус 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 баллов пытается сменить ситуацию но получается смотрю убивает придурок до предыдущих подбородов в пустоту в пустоту и все эти сажилии ватя не хватило у размен такой неоднозначный раном он начал дерзить и вот только только опять пришел дамам обостов но уже все сделав м побежал с точкой на свой лайк где кипер какой пуш без киперов но сейчас убьют и папа убьют и папа в любом случае никак иначе может быть даже в параде замедление это жестко все таки все таки и не забирает приведет балл субботы 500 что одни что вторые очень дерзко начинают датс миру отца интересно что всегда мараксис в этот день использует отступая только начинают видеть что противника ступая дает старт отчет ответного концов еще любопытная вторник топов но медлении фарк но обедение фарк Но здесь можно и пофаниться на чём-нибудь новеньком А, можно поиграть Да, 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 поиграть в своё удовольствие Всё-таки игра-то уже, в принципе, всё в финал, ребят, проходит Тысячу серебра, мало кому интересно Тут чисто такой, знаете, фан Видно, 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 а луна в Элизе пришла Вард сама себе не поставила Это глупость, полнейшая для саппорта Не ставить контр-вард на миде Вот, но в итоге, в итоге Вард Моа окупился Окупился в 4 раза Просто Весь этот 10 ещё Ну, смысл сейчас выйдет Вот этот был Стар, вот этот был Странно, могла бы ворваться Всё-таки Мпс стакает дракону Активно лучше Эншин ты 2х стак Ну, это 11 минутами уже давно Должно стоять Если она, в принципе, играет как стакер Потому что Ну, тут смотри, как В принципе, без неё всё хорошо будет И только стаки делать дракон, да и всё Дракон никто не трогает И садится в него вовремя Да, да 500 монет Дракон сейчас Не, не уйдет Не уйдет Да, вот там Задай Пуш Пока В это время Пуш Маны нет, Маракс Он не может задать Мой пап Точнее может задать Задать В принципе, и некому Только бабусу убежит Но мало чего Здесь сделать Стеночка будет, наверное, темп Или попытаться заденать Мне кажется, я думаю, что Заберутся, не надо Заденать Попробуйте Заденать двое Двое стоит вещь Заденая красавчик Балус, очень красавчик А что это забирает Морг О, Балус Ну, шук стоит Сочетание Тут не уйти Ошибся Морг Да, да, ошибся Морг Берял, передал Он такой агрессивнее И он за него подвод Слишком много Выбегает вперед Зыня он подбежал Сейчас пытается Забрать дракон И это проект Потому что дракон У нас ПГПМ 400 ГП Топ-топ ГПМщик Потом нас Макс Потом нас Старк Не попал Печаль Печаль Еще далеко Тима это Почему-то Я думаю Они все пойдут Разом Они почему-то Отстали Не понятно Почему Начинают Треники Да, да, да Ничего себе Другого Морг Морг И выиграть И почему Можно Можно Выиграть Почему Нет Вот Убивая Дракон Да, убивает И успел Вреда Через леса Холит Дракон Забыл Прыжок Тут Трук Собирает Вышку Ну Легион Разменивает Толран Амигер Правильно Делать Принципе Деф Не надо Почему У дракона Не было ТП Я не понимаю Он бы Просто ТП Нет Дракон Сбили ТП А Хотя Ну поздно Значит Ты решил Шрида Сбила Ему ТП Видимо Позно Слишком Вот ТП Вся Команда Хеллборна Все Четыре Человека Абибер Здесь Лодстоун Арахна Странно Себя Очень Ведет Очень Агрессивно Впереди Бежит Могли бы Забрать Арахну И уйти Спокойно Там До магии Не надо Особо Чтобы Ее Убить Там У Лодстоуна Маны Как бы Не было Могли Спокойно Да Могли Забрать Уйти Но Они Не знают Что Бездраконицы Не хотят И не драться Да Им нужно Наоборот Драться Бездраконицы Чтобы Мешать Им Мешать Драконицы Мешать Им Мешать Драконицы Как-то На Меди У нас Борьба За Варды Рабочая Схема Пока Керри Фармед Остальные Сих Отвлекают Развлекают Трейнер Да Умаракс Сапока Появляет ДДН ДДН Топе Никто Не берет Варды Там не с чьей команды Нет Стран Кипер Вроде бы Пробежал Куду Не заметил Ставил Для Керри Противника Тем временем Они хотят На миг Да Забирают Очень хорошо Забирают Вот Хотел Спасти Не Получился Сам Той 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 Час Той Попадет Шикар Попадает Сейчас Моракс Хорошие Пайда Арахна Забирает Всех Просто Двоих Забирает Те Кто Очень Хорошо Утонул И Умер Разумеется Конечно Утонул Он Шикарно Стан Фреды На Троих Конечно Попадает Керри Выстучит Забралась Никак не может Еще Линку на фарме Почти Сминут Дракон У нас Уже Ну Топ Да До сих пор Топ Дмитрий Успушится Улетит рецепт Дракону Да Вот Уже У него Есть Ну Интересно Может быть Да Интересно Игровой Потому Что На самом деле Не факт Что Еще Хелборн Лидирует Потому Что Все Так Драконец Еще Не участвовал Посмотрим Как только Драконец Выдет Как игра Изменится Вот Когда он Будет Она Будет Сразу Видно Прошел Сейчас И вышку Заберем Нет Пресеку Просеку Да Бежит Просеку А лун Еще Редак Интересно Что Купицы Да Портал Кей Или Что То Другое Смотри Вардов Сайт Оставил Здесь Ну Это Около Надо Эншент Хелборн Просто Оставил Могла Близеть Места По моему Не было Почему Алуна Не стакнула Эншентов Я не понимаю Ну Там Все Равно Вард Стоит За Вар Ну Да Это Я Понимаю Но Даже Не Попыталась Самое Вар Стояло По Время Если Поназал Что Марса Это Надо Его Сняла Дараконис Идет Забирать 3x Так Тут У нас Один Вис На Топис Трик Стали Да Ну Спарат 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 Макс Спарат Очень Хорошо Нужно Что-то Спушить Легионов Боты Энвис Надо Забрать Кому Руна Плохо Контролить Свой Тебе Плохо Идет Маракс Идет Маракс За Энвиз Очень Хорошо Маракс Инвести ПК Вангвард Хоббл На Арахне На Арахне Через Вангард Да Реально Не Шутить Крыгает Маракс Не Знает Что Здесь Толпа Толпа Просто Толпа Хелборнов И Маракс Тоже Забирают Вангард Уходят И Его Забирает Лот Стоп Забайт Лара Вот Самое Веселое Что Баблз Вышел Отвлеклись На Маракс Не Добили Баблз 30 ХП Молодец Молодец Баблз Навис КП Легион Тауэр Забрали Прыгает ПК 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 Не отпустят Уход следи за глазами говорит кидая гранату токсично и уходит успеет ли драконис запушить вот не там т.п. есть кипера в арахну и успеет драконис забрать на боте там смотри дракон не контролит возможно это критическая ошибка будет если вот реально драконис очень хороший игрок плане до контроля как бы файта то он может показать потом больно будет делать почему драконис не файк сбил снова избивают белка или порт на может быть я убил бы убил бы ну что ж ты бей просто бей господи друг ты обещал от столом встретил убить и уйти я сейчас он умрет сейчас он умрет нет шанс если он просто начал бить вам он бы убил или заставил уйти ее гусу как минимум она вот сейчас ушла в ульту фейда она это я по привычке принципе здесь конечно товар ну стол и пол среднего рода я бы сказал кукла не знаю пока что не неоднозначная игра драконица мало установили фейде у нее чуть-чуть осталось не крипов тратить драконис реализуется что-то слишком плохо плохо но бы просто смотри хотя бы нажда вот процент бьет его фейда но семьдесят пять ману мне точно осталось нам просто почте но на что то что ему пойти взять в лес песчин берега попробуйте уйти таким образом но он же ее зал ты поэтому когда на тэп обладает что ты прав я забыл там вот стол он и шел я не знаю даже если бы он ее бил не факт что он уже не мог потому что у него когда я пошло уже ссоры статистике я про это забыл что ему пкс пк мог бы в лес отойти хотя бы да чтобы не так очевидно что он тп да он в открытым открытым из золота там как бы сейчас день поэтому вышка его видела и поэтому его сбили и убили вот так вот так вот влияет открытый тп на игры то есть надо обязательно уходить в пустырь не прятаться и все такое даже если ничего перед этим не говорить себе что тебя может убить и так далее всегда нужно на всякий случай это делать вот собственно сейчас у нас идет игра кубок кубок СНГ Беларусь вот играет команда бомжи со стороны легиона вот и команда ФМ со стороны Хеллборн вот долго наверное ребята с легиона думали над названием команды да 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 наверное очень долго и все таки придумали потом в итоге додумали вот зовут меня Корбан Даллас и закасит меня Светрэш сегодня вот довольно интересная и неоднозначная игра но тут конечно же преимущество сейчас на стороне Хеллборна вот но мы не знаем как игра пойдет когда будет массовый тимфайт убивает Мараксуса очень печально сейчас потому что все как бы Т2 забирает в 100% без Мараксуса инициировать некому вот потанчить некому в принципе выходить сейчас самоубийством будет для команды легиона на самом деле здесь уже попахи вот последние капли было угнистов Дефид Фейда снесли 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 Дефид Фейда спокойно от графона не знаю видел ли Мараксус там в Пантервард стоит да да в Пантервард стоишь там проходят люди да и в принципе все видел ли он или не видел но ошибся серьезная ошибка вот именно мне кажется вот это последние капли надо было уже все там уже было такой критический момент когда нужно а это уже все это последние капли тут слишком большой разрыв здесь уже навряд ли что поможет команде регион нет ну дракон не сможет камбэкнуть навряд ли тут слишком уже как бы наступает общий зато команды филборна такой счет допустим что что сделал бабу что он хотел бы это зато что когда глупо конечно создание заставить ее забрать по словам минус бабул без бабул накажен за то что пытался это 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 бежит ультанула следим за фейдой но не нужно дефить т2 работе да смысл да дефить могли бы пофармить они просто стоят ну там и все я сенсирую что кипер и вот все аннуциации не получится опасно очень что то драконец у нас бедный получился да да драконец не получился расчет на драконец сложный но здесь команда его просто не отфармиваются голые голые но 9 конечно теоретические шансы у команды легиона еще есть но драконецу нужно еще шанс есть всегда шанс хотя бы на фейлах шанс строится на фейлах против но здесь на самом деле все довольно грустно конгора забирают да файмы там же у фейды она сосет 28 процентов ман не только что у конга сажал 560 ману просто за счет первого конгороны маны не так нужно нет я просто вот именно размер количества ману количество ману которые сажают конечно в процентном соотношении это не мало это не мало это больше 1,1 чемпион да неплохая контракт нечто поможет пульсу да 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 плюс то есть даже пульсер собирает какой нибудь ну фейда и пофиг ну у тебя нет еще не особо это поможет да только кодекс не используют но это обычно на торнаментах никто не играет в этой школе но редко на шранке выходит фейк ну правильно делать инициация с инициация полезная вещь тем более когда кипер не идет в пк пошел в деф такой дабл демидж забирает арахна идет фармить ток мараксус здесь пкшил самараксус по гпм у нас арахна дайнула просто нога в ногу за драконицем честное преимущество вообще нет никакого у команды регион она была в лице дракона теперь его нет просто нет ну 13 тысяч золота преимущество фрубор да ну я хочу играть мне понравился бабу но мне не понравился мол если говорить о регион словили экипера но бабу сына молоченко ты играл хорошо свой лайн стоял еще и гангл пытался да убил он арахну на миде помогал пару раз правда не всегда вовремя подходил но все таки так же мне не очень понравилась алума со стороны региона ой со стороны холборн вот довольно странное решение принимала и вартила именно там где вот нужен варт стоять должен уже стоять там он нет и она сама еще и отдавалась вот то есть зазря просто так когда могла бы просто избежать успокоен вышку надо добить да на то на бойце холбом все таки драконец на свою геометрию практически нафармил поможет ли она ему вот этот вопрос всех интересует сейчас не факт да тут на самом деле почти факт победы не люблю так говорить конечно не могу но тут в принципе сложно сложно предполагать что-то другое вообще сложно думать о чем-то другом когда начинаешь понимать смотреть на итами смотреть на левел смотреть на отставание по голде по экспе если словят на ошибки тогда конечно говоришь тут все строится на ошибки все шансы на ошибки мне кажется даже если убьют одного и все равно они могут проявлять темфайк ну вот любого из команды хеллборна пусть убьют и в пятером нападут на 4 собираются хеллборны на хайграунд я бы на их месте фармить продолжал наращивал бы преимущество потому что легион сейчас связанные руки они ничего не могут делать контроль карты полностью за хеллборном и они могли просто фармить 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 пока либо те не сдадутся либо пока они такое приму севикански не наберут что там уже вообще без звуков фейда юзер фейда юзер пкб зачем-то непонятно шранкин да ходит по физическим дамагам о они могут сделать пк из-за этого вот это сейчас такой фейл фейды жесткий вообще непонятно зачем если сейчас они ворвутся под вышку так вот то это возможно камбэк с драконисом серьезный вот это вот это будет реально та самая ошибка которая может поменять игру в сторону вот жаль что лодстоун без порталкея да 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 почему он собрал вместо порталкея собрал обратку я не понимаю типа вообще расчет в принципе на самом деле должен был быть на обрыв от лодстоуна а потом фейды а тут получается наоборот что довольно странно что сначала типа фейда потом я же проходит хорошо марок хорошо вошел да и утонул красиво сейчас идет все ульты костят массовые команды попадает подракон попадает да гостом умираем а варвар 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 сейчас очень жесткий комбэк как я говорил зря не полезно лучше бы нарячили преимущество это бессмысленный сейчас был пуш дайв 5 на 5 почему то почему то никто не бил драконич он спокойно встал и сейчас по гпм да арахна потому что погибло теперь на 50 гпм больше дракона отыграли 2000 отыграли в принципе слушай мне кажется здесь уже игра начинает выравниваться тут маленькая такая ну как бы с учетом того что сильный дракон инициация хорошая скилловая именно страны регионов здесь гпм не так важен если дракон фарм убьют что ли дракон нет ульты просто кипер ульты убили ну потратил я на миди кипера 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 ну да пока шаманка барьер там бабус идет видимо это понимаю в этот салов зря драконец пошел сразу на мид пушить т2 тут на самом деле импав довольно бесполезно получилось потому что стаки от нее редко видны и она как бы стоит в основном сзади то есть не особо ничего ну да влетает она в драконицу в нужный момент но все равно как бы это не не та реализация импав которая возможна рано рано зажали себя легион могли бы погонять еще втроем там мова мараксус добавился реально хороший хорошо могли бы погонять ребят и пока дракони забирать стаки вот это вот вот это было слабо реализовано то что в баф не дело там двойные тройные стаки и не забирали они их вместе с драконицами но они устанулись очень давно в 500 600 гп мне так кажется там вполне реально можно было сделать тем более чем того как первые минут 10 15 игнорировали дракон коммунистов ну июля на июля 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 на шанке выходит дракон бурис это еще нужно такой деф-деф-билд то есть все все три там еще не джоу не хватает и все он просто просто эту бессмертную джоу джоу то что после врыва на иллюзии почему бы и не наказать за такие ошибки зацепь эталону или нет тачка да пусть и пушки дракон да и вышки ну господи еще что вылетаешь там врывается мараксус не знаю зачем что нет рядом очень зря не давит подвышку сейчас будет 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 не попадает иллюзия очень слабо за и выйдет мараксус вторым скилом ультра живут такой камбэк такой камбэк трое тэп просто не успевает зажать остановить оттп правильный камбэк то есть я повторяю зря команда перестала наращивать преимущество зря они пошли пушить это серьезная ошибка вот и нужно это учитывать то есть когда вы можете фармить фармте зачем пушить ну пушить там с токеном можно было идти нет нет на самом деле на самом деле можно было инициировать гангать там отбившихся от стаи одиночек но пушить не нужно было то есть еще не но они рано ворвались им нужно было все таки бить tower ну то просто не тот уровень закупа не тот уровень а как бы их доминации короче по итмам по экспертам где можно просто взять так и залазить подушки и отмеки у кипера да нет пк лоттсона поэтому зря сейчас через 100 монет пока конечно лоттсона не появится если это конечно пока все это пока может у нас удивить чем другим я надеюсь что не будет удивить в плохом смысле я имею ввиду я имею ввиду я имею ввиду что файда светится под вами файда подсоединится сейчас уже понимает что стоит подвозь а нет нет а он не поставил контрвард страны зацепил марксарад кидает топорики непонятности думал что она в кустах воу как бы зачем что это было импав, прыгай, да иначе лунечка, зачем она вошла в Моа я не понимаю, короче драконец заходит Мораксус очень хорошо вырвает сейчас убирает, убивает импав, убивает Бабблса без мана Бабблса оставила Фейда сейчас я импав заберу почти всю команду вырезали, один дракон остался дракон пытается убить дракон заодно тоже двоих вырезал дракон молит, может убить даже сейчас с ПК Фейда залетит и убьет дракона да, 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 вот, как я и говорил тут представил, уходить дракон, зря он остался и все, импав тоже дорожная, и телемай без Шранкина был дракон, не знаю, почему он себе не принес она принес себе, вот как только Фейда если уже встанет был Фейды вот, она и к нему птичка подлетела до лошади если чуть было раньше, возможно он был бы все еще жизнь спас еще и был бы обманул бы не заберут они 3 но все-таки дракон достаточно быстро разложил арахну в файте это да дд нам больше у нас верю конгорс надо забирать хелборн и дальше начинать точнее продолжать трейдить после очередного ганга можно снести но могли бы и тогда помнишь когда вот вся команда легиона стояла грубная подвеска могли бы конгоры забрать они не забрали его что я все забываю что происходило 5 минут назад но не тогда его отдали не понятно зачем начали трат арахни да подвеска не так много дамаги чтоб можно было и нужно было фармить до того когда она выформит хороший дамаг а у нее смотри просто ну 1д как у драконица в общем но у драконица покручивается опять арахну золоток я бы не знаю я бы сейчас арахни купил бы совмест совмест все довольно жесткий буст по дамаге был в принципе свечи мэйс или какой нибудь или вингболу или бабочку да бабочку потому что 100 винджа плюс довольно весело сейчас же бак после почаев улучшил вингболу теперь он да 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 и дракон ну дракон там это на самом деле магический физический дамаг поэтому дракон вингболу не вингболу ему пофигу он тебе магическим зажали ну драконицу свечи мэйс какой-нибудь да отжор да ему урон на самом деле достаточно его скриты ну нужно фармить еще еще 600 есть может быть какой-нибудь бай-бай еще и когда собирают вот у меня да и файты могут ему собрать например как раз вот бустану чтоб дамаг этот вообще как там он называется сейчас скажу не забыл шалбрейкер шиба просто дешевый довольно и бустящий дамаг сильно а это как раз дома дамаги побыстрее надо подешевше но он купил соответственно доминатор доминатор купил а джор как говорит с поселились в лесу команда хэлбер не дают в стайке делать не дают фармить до конца но опять таки зажали на своей базе команду легиона возможно поспешил драконе с тем что купил доминатор из виспренхелм да возможно какой нибудь проект или да потерпел бы домой бэк если бы не был деньгов то хватило деньгов то так золото умараксус если что есть деньги на последний батаре бахнул бахнул смотри очень рано этим барьером барьером он же как бы 7 секунд действует братан его надо в тимфайте бафнуть зря все баф сошел уже там теперь они забирают динайли даже не так саур все таки вот что он не купил пк купил бульвард вот есть и как критическая ошибка у некоторых людей по поводу барьера вот кстати я с буду честным откровенно думает так же все отрывается мараксус на арахну что хорошо 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 дракон жарит просто троих троих убивает сейчас сейчас убьет и да 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 и фигу убивают сейчас я лунду все гигантское преимущество команды регионов за счет именно дракона опасно это плохо это очень плохо консить не консить но это очень плохо тебя не могут поиграть адеф потому что у них такие персонажи которые адеф или холк в принципе смотри как и получат нормально если будет их пушить то есть у них есть шансы если будет драконец драконец сделать свое дело он пожестче чем арахна 1 на 1 арахна его убьет конечно ну сейчас конечно уже нет но вот именно вот процент она будет убивать но дело то в том что тут команда подводит плохо ультят плохо как бы реализуют своих персонажей хорошо мараксус ворвался накопил щит но единственное что странно что он ворвался арахну и при этом никто не помог как бы там не ворвался в ответ как бы арахна пусть он бы ее не убил ну и что он ворвался в арахну там же опасно вот что опасный кипер арахна дамаги даже нет не заметил бы ул бюро крэшеру кипера в замесе по идее не было он ничего не успел сделать его там просто дракон улетел и по большим планетам смех сегодня свечем вот как я и говорил свечем и надо более решительным быть команде и плюс надо киперу пока и на наконец таки почему то соус вот не понимаю людей которые играют с офигенящими инициаторами в стиле лодстоун и кипера и не покупать мбк зато именно в этом плане да 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 и придача чем то занимается непонятным однажды тратят бкб непонятно шарики непонятно шарики странно себе показывает сейчас вот был бы пк у всех троих у фаиде ул что мы и кипер была бы другая игра считая этот файл был четыре в ноль размен м мы сейчас есть еще один такой файл с командой файл с джей с джей с делал по н с как а на до п на на а это происходит проект это так как а у нас когда мы сейчас у нас обоих потому что там нет пока нет пока нет пока а если подумать в регионах сейчас много много крипов на то что нужно делать конец фарма достаточно но вот эти байбеки не знаю кипер снова замесе просто не успевает ни одной влитки прожать довольно странно и конечно хорошо фокусит и мараксус бабуш сайлент сами закидываются странами она пытается уйти и маркс увидит не увидел странного пытается убить молодой в лот стоун принципиально решение почему сейчас три секунды оттуда пока отказаться но зря не пошел могу влесить и стандарь те более у него нет у вас там куда ты обидевшимся у стола страны вот реально решение соус бульвар покупать если ему нужно хп на самом деле а не с броня и уж точно не снижение брони мог бы и кипер прокачать ему было бы лучше он все таки пушит ну вот вот действительно отсутствие пока очень очень смущает меня вообще решает игру и в их пользу кого-то форда скоро хикса у мараксусу это будет уж совсем плохо любопытно на самом деле что в максе через фиксу почему бы нет если фарм по гпм то у нас как не слушаем довольно слабо фарм двести семьдесят гпм это при том что он по бэбэка потратил она по сути у него пока их и кстати больше ничего для сорок четвертой минуты да откровенно с появлением чипси мне кажется кипер вообще ничего не сделано либо лот либо кипер нам в принципе и того и того эффективно будет но у кипера разумеется больше шансов быть более полезным чем у лот но я бы не стал ему пробитать сейчас сатаник нет не надо я бы подождал по дамаге подождал купить чинить на дамаг символов рейд чайми ведут ну все вышли с мэйс ему конечно получше м или венболу тоже спорта таки попал из пингу там муарах на встрече сессии зачем динбол есть у них симпат нужно дома я бы даже купил мы знаем что дом блин вещать скипера обещают и киров кипер обещает почему почему нет четко дать максу литерат готовы в сфере отходят ребят виден судана только пола тогда на тот же пола как он подошел в общем куда он убежит что ты делаешь господи старик непопадает помог упадает желает мароксис выживает мова атака трансфер вот сейчас при этом при этом году в районе вайдер москве шоколад футболы никого не забрали в чистое вот и байбак должен быть от дракона должен быть байбака дракона но когда он это сделает я не знаю я думаю байбаке не особо поможет нет ну в принципе они здесь не пропушат если сейчас дракон выйдет непонятный въезд был изначально мараксиса если они видят пойду на топе почему они сразу выкуп байбак футболы придут забирают предупреждает что он зря ты это сделал группы очень зря даст инвескитер ревард а луна сапиротов архуны прислал почему она не видна убейте волос согрелись и ненавидима иллюзия странно луна действует не нравится сейчас еще и до сала вообще непонятные решения хеллбор мог быть вместе с 4 ровно шарах если они были в четвером не могли бы убить мараксиса и дракона ну развели драконица по факту на байбак просто взять это и я таки и молодцы и все и держим почему так они решили его ищущие данных напоследок заметить что преимущество до сих пор на стороне украины это за счет импатки и за счет мула слабых ну у им пас вообще смысла нет удачи и особо а ей пофи вообще но конечно и китерам и дешевые конго разбирают регион нет вардово особо ни у тех ни у других под конец под сорок восьмую минуту ребята уже устают саппортить так как это нужно делать ничего удивительного ну это совсем плохо да все дракон с токеном это очень 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 больно 4 500 дракона сиболов речь может докупить сейчас нам я бы на его месте реально реально не парился бы и купил бы уже думбригер почему бы и нет у него просто фарм у него сейчас у него нет слота да сейчас нету сиболов речь да да самое то и пошел дубригер на драконе я тебе говорю вот просто в лед вот сколько раз сам лично пробуй просто вот к нему так не подойти его сложно и он как бы может спокойно себе позволить бить нон стопом обычно поэтому в последнем файте там дали экипировка в салат поэтому там и сейчас вот все это не стал пик если я подъехал на дракон фиг фейды это серьезно это серьезно тем более фейд 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 тоже все еще но оставить арх elin фейк а фейд фейд только за фейд 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 м я просто это что то ты видишь просто зачем это просто теперь две ульты и потратила ради того что партнерский сетей давалось все потратилось пошла и все и наплевала ну что у нас есть в стране так что все как он собрал купил пк все ты очень через 5 только сердце разве что я брат куда зачем тебе дисплей господи друг нет зря зря и тут они на хороших хороших это меня не порой лайф уим от 1 байвэк 4200 сейчас на и токим токим даже остался на законисе могут спокойно 3 лайн забирать не парись потому что два раза драконица здесь никто не убил три минуты до базы они даже не хотят драконис должен 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 реализовать токи ему должны в этом помочь довольно долго игра продает иллюзию но тем не менее не менее интересно зато дд на топе у нас лежит продает иллюзии до странное решение потому что репер сам понимаешь иллюзии врубаешь интересное решение что он купит нет странное но я обещаю потому что кипера ульты этим нет он не он не продал их он отдал их бабу а дал бабус слава богу он живет пока токин видимо закончится или нет он телепорт он ты пришелся на базу а просто тут это пищевой символ купил обновил бкб правильный делу перепродал перепродал продал купил убавился в перспективе есть выход на фиксу но я думаю до этого мы уже не доживем составил сайты на самом деле сайты и либо те либо другие его не есть ошибка самая главная холба объясняю еще раз это ранний пуш не нужен совершенно могли бы просто держать игру тем более в чемпионатах она нужно выиграть именно в принципе здесь такая игра для ребят не особо важна я не удивлен ну все равно но все равно да как это серии бестов 3 тем более это единственная белорусская игра которая стрима с импад подставил в лифт такой хороший от кипера получился кипера что пк купил что хорошо хорошо с пк смотри а кипер с пк все сразу немножко намного лучше стало чем это было раньше но дракон все равно всех убивает дракона дракона не стена дракона сейчас дракон дракон с токеном его терять ничего есть в принципе мараксус хорошо варахт варахтус врывается убивает вся команда живая унтует унтует арахна сейчас умрет не не умирает молодец сейчас токен да 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 драконится очень хорошо все в сторону хеллборна сейчас повернулось на самом деле вот арахна бы сейчас отхилилась вот и как она быстро быстро остановит хп просто скрипок она еще твискали я не знаю все таки вот немножко не хватило то что импад все таки умерла правда не хватило не влезло не вошла дракона да мараксус отлично отыгрывает кориевна сюда красавчик если что мне не понравилось что бурак собрал и все мог бы уже шансы какой нибудь мне кажется тот же барбит или барбит или барбит или барбит да 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 все равно обычно мараксус там хорошенько тоже вырывает то есть он первым входит поэтому у него тоже дома особо большой такой летит начало не было но по сути если не мараксус то кто купит бульвар я да 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 то есть что вот это нужно для пуши Скрипы на топе заберут Т2? У нас с ветрами импавка, у нас энерджайзер, таблетка Моа, и у нас до сих пор один хеллфлауру баблса. Зато 4000 в кармане. Богатый баблс. Ну, он, возможно, если всё очень плохо будет, выкупится, да? Но она особо ничего не сделает один или два. С баблсом ты особо ничего не сделаешь здесь уже на таком лейтгейме. Но дамага у него нет уже, практически неэффективен. С руки дамаги нет, со скиллов уже не особо ничего там не сделаешь. Смотри, что собирает лот. Я не знаю, ну... Он шаманку ходит собрать, представляешь? Он издевается. Реально издевается, чувак. Как-то он купит ПК, почему ему так сложно купить ПК? Да-да-да. Почему просто сложно купить ПК? Ну, продал ты свою этот... Вейсмэнс. Потому что, смотри, насколько неэффективно качать броню и магическую броню. Вот он ультует и все, он голый, его пробивает, и никакая броня, никакая магическая защита не влияет на это. Ему нужно качать хаброни. Я за эту игру ни одной ульты нормальная, но все-таки не укритил. Да, он такой очень слабо полезный. Хоть и фармит, но... И ты мы, да, у него есть? Есть, а полезности нет. Очень много брони, по сути. Да. Зачем броня? Зачем лот стон? 40 брони даже на арахне, это очень много. Все-таки драконь все сложно пробивать, там кипер, потому что... Просто лот стон нужно собирать именно хп, по той причине, потому что он сам себе броню это уже и сбрасывает, когда лотует. То есть его можно пробить легко всю эту броню, а вот хп уже пробить сложнее. Купил ПК наконец-то лот стон. Ну, да ладно. Ну, да ладно. Ну, да ладно. Любопыт. В 57-мой минуте Лос-Он. Свершилось. Да, да, да. Вот я думаю, что они сейчас выиграют за это. Вот я честно, я думаю, что они выиграют по этой причине. Если Лос-Тон не тупанет и прыгает нормально, залетит на дракониса. Он бы давно контролировал драконисы, просто вот как, не знаю кто. Вот Лос-Тон контрит дракона, как, особенно если все остальные, то у стима тоже с ПК, ну как не эффекты. Кто начнет замес? Да, кто-то выиграет. Он начнет его на дракониса. Вот. Если Мараксус вот прыгнет в барак, но так как он делал ее именно вот убьют. Да. Там дамаги почти не будет. Броней много, дамаги нет. Ну, 400 дамаги, ну, все-таки драконис под ультой бьет несколько целей. Да, да, да. То есть драконис символом рейдж. Есть. Смотри, он Думбрингер собирает, как я и говорил, дракон. Да. Мне кажется, что это все-таки не совместность. Не знаю, я посмотрел, что вы купите. Мне кажется, что он будет спрайдомой. Часто. Аккуратно. Сейчас, вот, невыгодно просто пушить телборно, потому что отсутствие двухлайна, вот просто так и придут ломать базу. но очень затягивается играет неудачно это очень маяк купил трансляцию в целом и менее рискован я не знаю тут если драконий сумра он умрет это все это не это все в сентябре и крипой шаги и криптове снесли все вышки сейчас сейчас могут напасть пока фида потеет вон арахна стоит у него инвиза нет могли бы забрать толпу смотри арахна так опасно ходит все равно боятся боятся в общем ребята так вы врывы такие совместные слышно только пк 1 фида миссу ластаном фида миссу ластаном короче вот стул бомб! вот стул бомб ордался с ультой какой ужас погибает 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 все просто ребят напоминаю это клубы по среде беларусь играли команды бомжи со стороны регионов которые победили сейчас против команды fm со стороны хеллборн довольно такая интересная была игра но в то же время затянута слегка затянута с переменами переменами именно преимуществ смены вот было интересно меня зовут корбан даллас скайсокоментит мне sweet trash за что им большое спасибо вот и сейчас у нас было 3 я так понимаю это игра да это финал B3 Утрей 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 м Aurora не собираюсь